По состоянию на 28 сентября 2020 года в Одесской области зарегистрировано 13 075 случаев коронавирусной болезни, подтвержденной методом ПЦР. Инфографика по Украине представлена на слайде. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 5 406 случаев коронавирусной болезни, из которых 221 пациент находится на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители города Одессы. 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, без ЭВЛ. 4 пациента на СИПАП. 169 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего у выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 2270 человек. Процент выздоровления в городе сегодня составляет 42%, Украина 44,2%. По состоянию на 28 сентября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 600 пациентов с пневмонией. В инфекционной больнице находится 323 пациента с пневмонией. В 5 ГКБ находится 138 пациентов с пневмонией. 2071 пациент с COVID-19 из числа жителей города проходит лечение на дому, находится на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Летальных случаев по учреждениям города 82. За прошедшую неделю 12. 8 мужчин, 4 женщины. Возраст от 55 до 60 лет 1. От 60 до 65 лет 1. От 65 до 73. Старше 70 лет 4. Старше 83. У 5 пациентов была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У 3 пациентов сахарный диабет тяжелой формы. У 2 пациентов ожирение 3-4 степени соответственно. У 1 пациента развился острый инфаркт миокарда. У 1 пациентки острое нарушение мозгового кровообращения. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 191 человек. Заполиваемость по COVID и госпитализация в инфекционной больнице представлена на слайде. Сводка по различным методам диагностики следующая. Выполнено 9 010 экспресс-тестов. Получено 470 положительных результатов. ИФА-тестов 28 376. Из них иммуноглобулины М 17 667. Положительных результатов 918. Иммуноглобулины G 10 709. Положительных результатов 586. ПЦР-тестов 19 982. Обновлена карта информации по зонированию представлена на слайде по Одесской области. Министерство здравоохранения обновило стандарты предоставления помощи больным COVID-19, согласно которым людям после 14-дневной самоизоляции при плановых госпитализациях отсутствия симптомов не будет проводиться ПЦР-тестирование. Приказ 21 22 от 17 сентября 2020 года. В стандарте определили, что тестирование методом ПЦР делают людям симптомами COVID-19 по обращению к семейному врачу, который вызывает мобильную бригаду. Ранее в стандарте было указано, что люди, которые проходят самоизоляцию, также делают ПЦР-тестирование. Согласно обновленному стандарту, человек, который пребывал на самоизоляции 14 дней, и у него нет симптомов, не нужно делать тест ПЦР. При плановых госпитализациях делать тест ПЦР также делать не будут. Если нет симптомов, в таком случае будут проводиться ИФА-исследования за счет средств бюджета. По профилактическому обследованию и тестированию иногородних студентов в общежитиях департаментом здравоохранения проведена следующая работа. За период 17 августа по настоящее время проведено 5732 тестирования студентам. Учет и обработка данных проводилась на базе двух учреждений – 12 центра и студенческой поликлиники. У 93 студентов обнаружен положительный ИФА-тест иммуноглобулин М, из которых 3 студента покинули общежитие, уехали на обследование по месту жительства. Всем остальным 90 студентам произведен забор ПЦР, из которых 81 результат отрицательный, 9 остальных в работе. Студенты с неизвестным статусом по ПЦР ожидают результатов в специально отведенных изоляторах. В настоящее время работа со студентами продолжается в общежитиях. У воспитанников военного лицея специалистами 5-й детской городской поликлиники отобрано 149 лабораторных пробы ФА и иммуноглобулина М. После тестирования лаборатории 10-й ГКБ из общего количества вылили 4 положительных результата. Воспитанники помещены в изолятор лицея на самоизоляцию в течение 14 дней под наблюдением медицинской службы военного лицея. Также по этим 4 детям отправлена заявка городской неотложки на проведение ПЦР-диагностики. Проведено лабораторное обследование 80 воспитанников физкультурного лица Олимпийц. У одного ребенка выявлен положительный анализ иммуноглобулина М. Он находится на самоизоляции в домашних условиях. Остальные дети из этой группы находятся под динамическим наблюдением. Специфических для COVID-19 клинических проявлений и жалоб у этих детей нет. Есть новости в экспресс-диагностике на COVID-19. Нами получены тестовые образцы нового быстрого качественного анализа, основанного также, как и предыдущие экспресс-тесты, на методы иммунохромомектрии. Они основаны на выявлении антигена SARS-CoV-2 из мазка носа, горла и мокроты пациента с подозрением на COVID на протяжении первых 5 дней с момента проявления симптомов. В отличие от предыдущих экспресс-тестов, чувствительность специфических, которых была низкой, в данных тестах определяются не кровяные антитела, а вирусный нуклеокапсидный антиген из материала дыхательных путей, что, по сути, значительно достовернее. Тесты были отправлены на апробацию в инфекционную больницу. По результатам апробации из 12 проб теста у 8 больных, подтвержденный методом ПЦР коронавирусной болезни, тест показал положительный результат. То есть данные чувствительности теста совпали на 100%. У 4 больных с неподтвержденной коронавирусной болезнью тест показал отрицательный результат. То есть данные по специфичности теста совпали также на 100%. Таким образом, появилась дополнительная возможность более точно проводить экспресс-диагностику COVID. Это даст возможность тестировать пациентов при ургентной госпитализации. Однако стоит отметить, что выявляемый тестом антиген не может быть точной причиной заболевания. В любом случае для верификации диагноза коронавирусной болезни остается необходимость более точной диагностики ПЦР. Также эти тесты были даны на пробу главному санитарному врачу. И только после их разрешения их можно будет применять в практике здравоохранения. В родильном доме номер 2 находятся 7 пациенток с подозрением на COVID. 4 женщины Одесса, Болгородский, Беляевский и Авиодиопольские районы по одному. В ДГБ-3 в детской больнице размещаются дети с подозрением на COVID. Всего 3 ребенка. Продолжает работу 5 городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения тестирования на дому быстрыми тестами и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении. Бригадами за весь период проведено 7 927 тестирований на COVID-19. За последнюю неделю 492 ПЦР-исследования. По состоянию на 28-е с начала карантина под наблюдением семейных врачей Центров первичной медико-санитарной помощи переданы 5039 человек. Из них закончили наблюдение 4020 человек. За последнюю неделю 291 человек. С 13 августа по 25 сентября на базе ГКБ-5 проведено 586 исследований КТ органов грудной клетки пациентам с симптомами респираторного заболевания, из которых 66 случаев выявлены признаки пневмонии. Остальные 34% случаев не выявляли изменения в легких. Все эти пациенты были направлены на КТ-исследования после рекомендации бригад экстренной медицинской помощи. Таким образом, все пациенты, у которых не подтвердился диагноз пневмония, были доставлены по месту жительства для проведения дальнейшего лечения в амбулаторных условиях под навредением семейных врачей. Учитывая приближение эпидсезона гриппа ОРВИ, соответственно, роста заболеваемости среди населения, Департаментом здравоохранения были рассчитаны необходимые затраты на проведение КТ-исследования в амбулаторном режиме. В сессии городского совета в рамках программы здоровья были выделены 400 тысяч гривен, которые распределены для каждого района между КДЦ-6, 20, 29 и ГКБ-10. А также был выделен 1 миллион гривен для ГКБ-5 для улучшения доступности этого вида исследования, что в итоге позволит оптимизировать маршрут пациентов, своевременно принимать решения показаниям госпитализации, а также диагностировать пневмонию легкого течения на родних стадиях, которая, согласно последним приказам МОЗ Украины, успешно лечится на амбулаторном этапе. Согласно вашего протоколога, Геннадий Леонидович, Департамент здравоохранения подготовил запрос в лабораторный центр МОЗ Украины о существующем порядке по COVID-19 с контактными лицами непроизводственного характера среди населения. На Минт получен ответ, что согласно приказу МОЗ от 17 сентября 2021-20, то есть это совершенно новый приказ, информация по контактным лицам собирается медицинским работником, который выявил лицо с подозрением на COVID и должна подаваться в Одесский лабораторный центр МОЗ Украины в дополнительных ведомостях по форме 058, экстренное уведомление про инфекционное заболевание. Однако на сегодняшний день не существует четкого алгоритма действий работников по передаче этой информации. Телефоны центра перегружены, врачи пытаются дозвониться по несколько часов, лишь для того, чтобы получить эпид-номер. Поэтому подача дополнительной информации контактных лицам образом практически невозможна, так как это еще больше загрузит телефонную линию. Значит, мы связались с лабораторным центром, и этот данный вопрос отрабатывается. Департаментом здравоохранения было получено распоряжение номер 77 от 4.9.2020 года руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации о внесении изменений в перечень учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации больных COVID-19. Теперь в указанном перече 6 городских учреждений здравоохранения. Инфекционная больница – 360 коек плюс 10 реанимационных. Второй родильный дом – 50 коек плюс 6 реанимационных. Городская больница номер 5 – 100 коек плюс 6 реанимационных. Городская детская клиническая больница номер 3 – 60 коек плюс 6 реанимационных. Городская клиническая больница номер 1 – 24 коек плюс 6 реанимационных. Городская клиническая больница номер 10 – 60 коек плюс 15 реанимационных. Итого 654 коек плюс 49 реанимационных. Подготовлен резерв в виде городской клинической больницы номер 11. Всего 189 коек с подключением к системам централизованной подачи кислорода. Коечный фонд города Одессы без домов ребенка и родильных домов составляет 3340 коек. Взрослые больницы – 1960, инфекционка – 420, больницы детские – 360, родома – 600. Подлежит перепрофилированию 30% коечного фонда. 715 коек из расчета 2380 коек – это взрослые больницы, инфекционка. Нам нужно 715 коек, у нас не хватает 265 коек.